Всего за полгода на месте пустыря был построен новый спортивный комплекс. Здесь есть душевые, раздевалки и санузлы. Все это соответствует требованиям программы «Доступная среда». При монтаже самого здания использовали современные материалы, которые обеспечат комфорт и долголетие спортивного сооружения. Мне очень приятно, что в нашем муниципальном образовании год мы начинаем с открытия такого красивого, хорошего спортивного зала. В первую очередь я хотел, ну конечно же, поблагодарить и законодательное собрание, и Ивана Ивановича Демченко за ту поддержку, которую имеет город-курорт Анапа. Постоянно мы чувствуем эту поддержку, то есть ремонтируем школы, ремонтируем садики, все это за депутатские деньги. Открытие спортзала очень важно, очень важно в 21-й школе в Станице Анапской. Общая стоимость спорткомплекса более 13 миллионов рублей. Финансирование поступало из краевого и муниципального бюджетов. От всей души хочу поблагодарить строителей и поздравить вас, ребята и педагогический коллектив, с вводом в эксплуатацию такого объекта. Это большое дело, которое сегодня, Юрий Федорович, и все мы делаем на территории нашего любимого города. Я еще раз от всей души хочу поздравить, пожелать вам спортивных успехов, чтобы из этого спортзала вышли не только чемпионы нашего города, но и чемпионы России и призеры Олимпийских игр. Спорткомплекс идеально подходит для занятий легкой атлетикой, боевыми искусствами, волейболом, мини-футболом и силовыми упражнениями. Руководство школы также планирует открыть секцию бальных танцев. Что сказать о самой работе, то она была проведена оперативно, мы уложились в те сроки, которые были нам доведены министерством образования. Оно удобное, оно многофункциональное, дети счастливы заниматься в этих современных условиях, счастливы, конечно, и родители, потому что, ну, это важно, в каком условии занимается твой ребенок. В 21-й школе учатся более 800 детей. Помимо станичников в зале смогут заниматься дети из 3-й, 4-й и 7-й спортшкол. После торжественного открытия учителя организовали первую эстафету. Самых активных ребят наградили знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Никита Бойко, Ксения Сипком, Михаил Григорьев, Анапа-регион.